Некоторые ситуации, которые складываются в мире людей и животных на человеческой территории, нередко вызывают огромный общественный резонанс. Впрочем, как правило, длится он недолго и затихает до следующей проблемы, а порой и трагедии. Как говорят медики, в том числе ветеринары, проще предупредить, чем бороться с последствиями. Наша редакция не раз поднимала тему бродячих собак, которых в Артемовском городском округе развелось предостаточно, и они представляют реальную угрозу для населения, особенно детей и стариков. Вопросы, связанные с этой проблемой, подняла и местная активистка. Причем адресованы они были не просто в воздух, а заместителю директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорю Стрельцову. С собаками боремся, что их иногда просто много очень. Понимаете, когда у меня по кварталу спортивного бегает 10 собак, а у меня пятилетняя дочь, мне уже страшно его пускать на улицу. Обратиться сейчас на данный момент нам некому, потому как у нас две общественницы, и ничем они не подкреплены. С кого спрашивать, если подобные стаи, а собаки сбиваются в стаи, несут опасность людям? Большинство артемовцев не знает. И столичный гость просветил население относительно ответственности и порядка действий при регулировании численности бесхозяйных животных. Вышел закон, федеральный закон 498 об ответственном отношении к животным. В этом законе определены основные направления деятельности с животными без владельцев. То есть, что с ними делают. Законом определено, что такие животные оплавливаются, проводится ветеринарное обслуживание, стерилизация, вакцинация. И если животные не агрессивные, они выпускаются обратно в среду обитания. В нашей Средовской области принял 110-й областной закон. Полномочия по обращению с животными без владельцев переданы муниципалитетам. И для исполнения этих полномочий из областного бюджета предусмотрены субвенции определенные. То есть, деньги на данное мероприятие есть. Что делать, если есть собаки, да, и они мешают? Вам нужно обращаться в администрацию с заявлением. Они организуют эти мероприятия, если они действительно мешают. Такие животные производятся отлов. Такие животные размещаются в приютах для животных, где проводятся определенные манипуляции. Или остаются в приюте, или пристраиваются, или, возможно, выпускаются обратно. Однако для того, чтобы обслужить всю массу животных, необходимы места их временного содержания, выстроенные с учетом всех санитарных норм и норм безопасности. Директор департамента ветеринарии в марте месяце был заслушан на оперативном совещании правительства по данному вопросу по собакам и строительству приютов. На оперативном совещании выданы были определенные поручения департаменту. И при исполнении данных поручений у нас для исполнения этого вопроса департаментом разработана дорожная карта по строительству приютов. Она утверждена была курирующим замородом Алексею Викторовичу Шмикову. Что дорожная карта собой представляет? То есть направление, вектор деятельности, и как мы будем это строить. Предполагается построить шесть муниципальных приютов, которые будут обслуживать, один приют будет обслуживать несколько муниципальных образований. Ну то есть пока будет ближайший. Предполагается пока построить шесть. Деньги из областного бюджета направить на данное мероприятие. В первую очередь построить в Екатеринбурге, потому что более проблемный и актуальный город большой. И еще пять – это в управленческих округах. Одним из предложений, где построить, это в Тёмске городского округа тоже. Это будет муниципальный? Будет муниципальный, но он будет предполагаться. То есть мы вопрос этот прорабатываем, дорожную карту сделали. Предложение построить за счет областного бюджета, но передать уже муниципальному образованию, чтобы они его использовали. Между тем, в Артемовском городском округе находятся два пункта, которые с трудом можно назвать приютами. Выживанию животных в них всеми силами помогают волонтеры. А вот как помочь самим волонтерам, да и просто малоимущим старушкам, для которых кот или пес – последняя радость в жизни. Но волонтеры – это добровольцы для помощи. Почему? У них есть желание помочь действительно хорошее. У нас вот есть связь с волонтерским движением, как сказать, в нашем районе. У нас какая помощь, у нас какое взаимодействие между медицинцами, например, ими. Они очень часто обращаются с заведительной помощью. Вот чтобы, допустим, какой-то статус получить собакам, которые были оставлены в том году, мы в этом году инициировали и провели повторное клиническое 10-дневное обследование на бешенство. И привили данных животных от бешенства на бесплатной основе, в общем-то, в плане вот таком. Что касается, значит, вот по ветеринарной помощи, она тоже, в общем, у нас идет по возможности. И все взаимодействие. Конечно. Давайте я добавлю вот конкретно, что ветеринарии еще зависит именно, ну, не помочь волонтерам напрямую, да, а вообще в этой ситуации. В рамках своих. Наши организации подведомственные по нашему поручению выполняют мероприятия под годной стерилизацией животных. То есть, за меньшую цену проводят операции в определенных случаях по стерилизации, кастрации таких животных. Кроме того, на будущее, да, у нас предложение правительству, к НИНФИНу, Северной области, сформировано по поводу введения новой государственной работы, льготной стерилизации домашних животных именно в наших учреждениях, льготной стерилизации на будущий год. То есть, я говорил, вот у нас есть государственные работы, вакцинации, там, лабораторные исследования и так далее, и так далее. А еще будет новая работа по хирургической операции, по стерилизации домашних животных, льготной. Она предполагается, ее будут проводить два раза в год, ну, это февраль и ноябрь. Ну, то есть, два месяца. И каждое учреждение будет получать определенное государственное задание на определенное количество операций, и финансироваться, и с областного бюджета вот это будет государственная работа. Ну, то есть, такая помощь еще. То есть, все владельцы животных, да, могут идти обратить? Да, да, льготная стерилизация. Это направлено на то, что в законе, о котором мы говорили, есть норма, что владельцы животных должны принять меры по недопущению появления нежелательного потомства, да, чтобы они своих животных держат, у них появляется потомство, они их на улицу накидывают и пополняют стаи безнадзорных животных. Ну, то есть, такое мероприятие. Кроме того, еще предложение департамента не помочь именно волонтерам в этой ситуации, а мы предлагаем давать гранты некоммерческим организациям, которые занимаются отловом, задержанием вот этих безнадзорных, некоммерческим организациям. Волонтеру помочь, это, ну, не знаю, нету возможности, чтобы дать физическому лицу какие-то деньги в бюджет, но это не получается так. Если это некоммерческая организация, ну, юридическое какое-то лицо, которое организует такие мероприятия, мы предложили гранты, то есть они будут заявляться на следующий год, если нам согласуют Минфин и правительство. Но ведь есть и добросовестные хозяина, до которых просто не доведена информация о том, как правильно выгуливать своего питомца, не портя жизнь окружающим. Общих правил нету, то есть это в каждом муниципалитете должны принять правила выгула, вот и все. Но когда находишься с собакой на улице, ну, есть общие правила. Ну, общие правила-то я говорю, да, это в законе определено, что собаки должны выгуливаться на поводке, на морднике, в тех местах, которые не мешают другим жителям. Это в законе, это прям в законе есть, да. То есть это общие требования, если нужно что-то более подробное определять, это применяется уже в муниципальном образовании. И все же остается масса вопросов, связанных с организацией качественных приютов для домашних животных. Представители ветеринарного ведомства этого не скрывают и ждут решений от парламентариев на всех уровнях. На этом общение с официальными медиками, следящими за здоровьем животных в территориях, не было окончено. Домашний скот и регулирование продаж сырья в этой сфере в нашем отдельном сюжете. Продолжение следует...